И я вдруг почувствовал себя и театр в ответе, что ли, за наших предшественников. Можно отмечать каждые пять лет какие-нибудь юбилеи. 110 – это, наверное, какая круглая дата, но всё-таки не такой юбилей, как театр Пушкина, 75. Насколько я знаю, с вами контракт продлён. 15 лет как художественный руководитель, и оказалось, о ужас, что это больше, чем все предыдущие художественные руководители, театр имени Пушкина не закроют никогда. Здравствуйте, это программа «Культ личности». Сегодня её герой – это художественный руководитель театра имени Пушкина, заслуженный артист России Евгений Писарев. Здравствуйте, Евгений. Приветствую. Мы беседуем в обновлённом театре Пушкина. И вот я хотел спросить, насколько для вас, да, вот как вы соотносите в этом году и 110 лет к камерному театру и 75 театру Пушкина? Как вы что отмечаете? Понимаете, такое количество юбилеев. Я сам 15 лет уже в театре Пушкина, не говоря о том, что я работал здесь когда-то артистом и так далее, но 15 лет как художественный руководитель. И оказалось, о ужас, что это больше, чем все предыдущие художественные руководители театра имени Пушкина. Ни Козак, ни Ерёмин, ни Морозов, ни Равенских и так далее, никто больше 9-10 лет не руководил. А я, в общем, обошёл всех в этом смысле. Поэтому, в общем-то, уже, конечно, сроднился с этим местом. И для меня, в общем-то, я бы особо даже и как-то для себя и не разделяю. Для меня камерный театр, в общем-то, это тоже наше наследие. Это тоже всё было здесь, в этих стенах. Ну и, собственно, вы первый худрук, который стал так серьёзно вспоминать эту историю и придумывать какие-то специальные проекты, спектакли из репертуара камерного театра, которые возвращаются в том или ином виде в нынешнюю афишу. Да, да, это так и есть. И, в общем, произошло это достаточно неожиданно. Не то, чтобы я много знал о Таирове и Коуне и увлекался историей камерного театра. Но оказавшись здесь и уже в качестве руководителя, мне показалось странным, что вдруг всё это наследие, никто этим не занимается. Понимаете, мы бережём и, как сказать, очень трепетно относимся к Вахтангову, к Мирхольду и так далее. Но есть ещё один великий режиссёр начала века Таиров. И я вдруг почувствовал себя и театр, как сказать, в ответе, что ли, за наших предшественников. Вот. Поэтому, конечно, и 110 лет камерного театра мы отметим. Ну, понимаете, можно отмечать каждые пять лет какие-нибудь юбилеи. 110 – это, наверное, какая-то круглая дата, но всё-таки не такой юбилей, как театр Пушкина, 75. Но, тем не менее, у нас большие планы относительно этого. И даже спектакль, который я сейчас ставлю, я в какой-то степени его посвящаю камерному театру, потому что это «Оскар Уальт», «Веер леди Уиндер Мир», пьеса не очень известная. Но пьеса, последняя пьеса, которую ставил Александр Таиров, которая не вышла, дошла только до генеральной репетиции. Но дальше были драматические события. Надеюсь, что с нами такого не повторится. А это действительно замечательно, интересно. И, как оказалось, классика всегда современна, классика всегда отзывается. Нисколько не устаревшая пьеса. Но если возвращаться к театру имени Пушкина, у которого все-таки действительно мощный 75-летний юбилей, раньше вообще говорили, юбилей – это только 50, кратно 25 и 50, 75 – это настоящий такой юбилей. И раз уж из этих 75-ти, 15 лет я у руля, то я, в общем, тоже серьезно к этому отношусь. Но это серьезная история. Может быть, финал этого как раз и будет какой-то юбилейный вечер, который будет в начале уже следующего сезона. Но весь этот сезон мы посвятили юбилею театра имени Пушкина. И появятся какие-то названия из репертуара театра Пушкина. В течение этого года мы сделаем пять вечеров в филиале театра, где будем рассказывать о разных периодах театра Пушкина. Они очень действительно разные, потому что, может быть, в этом есть и какой-то минус, потому что у театра не было своего лица, оно не сложилось. Все-таки бренд, лицо театра, оно складывается годами. А здесь, так как долго никто не задерживался, но, тем не менее, все художественные руководители – это были яркие очень люди, некоторые, слава богу, живы-здоровы. И, скорее, это будет посвящение вот этим художникам – Борису Равенских, ну, первому руководителю, Ванину, собственно говоря. Потому что, в общем-то, все время принято говорить, что этот человек знаменит тем, что пришел на смену Таирову и закрыл как бы камерный театр. Но не он совсем закрыл камерный театр. Более того, это он именно придумал, что театр Пушкина будет называться «Театром имени Пушкина», как он сказал, потому что театр имени Пушкина не закроют никогда. А также, конечно, яркое десятилетие Бориса Равенских – 60-е годы. Странные 70-е годы, где было много интересных режиссеров, но не было мощного руководителя. Ну, а потом Морозов, Еремин, Козак – это все, в общем, интересные личности, которым мы и посвятим вот эти мини-спектакли о театре имени Пушкина. – Еремина вообще сегодня можно назвать отцом русского иммерсивного театра, потому что именно здесь, по этим самым коридорам, он наводил зрителей на своей палате номер 6. – Да, 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 да. – Вы каким-то чудесным образом в этот раз, как и, по-моему, в прошлом году, ненадолго закрывались. И, честно говоря, я не могу себе представить, как можно реставрационные работы начать и закончить в заранее обозначенные сроки. Даже премьеру можно назначить на какое-то число и выпустить. Как можно реставрационные работы запланировать, что вы несколько дней отыграете на каких-то гостевых площадках и вернете сюда, по-моему, 10 или 9 сентября. – Да. – И так и случилось. – Да. – Я думаю, что это невозможно. И, действительно, смотришь на потолки, все лишено вот тех абсолютно страшных трещин, как это все было. И, естественно, я желаю, чтобы оно и дальше только так было, и все очень красиво выглядит, отреставрировано. Я понимаю, что реставрация для такого старинного здания, которое, в общем, никто никогда не трогал, всегда сопряжена с какими-то неожиданными находками или чем-то еще. Какие неожиданности были для вас, и что интересного, и что важного было в этой реставрации для вас лично? Для меня было важным, наверное, может быть, даже самым главным, все-таки уделить внимание не только вот этой нашей презентационной части театра, нашим пушкинским залам, входной группе, зрительному залу, который еще требует доделок и так далее, то, что следующее лето мы тоже проведем в очередном этапе ремонта. Вот. Но для меня было очень важно наше закулисное пространство, то пространство, где когда-то была квартира Таирова и Коунан, и где сейчас гримерки, то пространство, где находится цеха и так далее, привести тоже, я хотел сказать, в божеский вид, не в божеский вид, а привести ко всем нормам и каким-то стандартам современного сегодняшнего театра. И вот то, как сейчас выглядят наши закулисии, я специально об этом говорю, потому что то, как выглядят наши фойеи, наш зал и входная группа, это зрители все могут увидеть, когда придут в театр Пушкина. Но то, что мы сейчас и за кулисами можем похвалиться, и с удовольствием пригласить на экскурсию или так далее, оставив какие-то раритетные зеркала, раритетные проходы, какие-то исторические вещи и так далее, но при этом все абсолютно обновив всю инфраструктуру, вот этим я, конечно, невероятно горжусь, когда сзади театра, в тыльной стороне театра все сломали, а там же делали новые перекрытия и так далее, то мы увидели, конечно, потрясающую архитектуру, которая прячется за всем этим. Это был когда-то доходный дом, потом был дом как-то мебелированные комнаты и так далее, и так далее, поняли, откуда, собственно говоря, это задний наш дворик этот итальянский, галерейная такая история, которая, конечно, под театр была вся зашита, абсолютно сделана по-другому, но внутри это замечательно, и какие-то фрагменты мы оставили, и люди, которые к нам записываются на экскурсию «Волшебный мир кулис», они попадают не только в «Волшебный мир кулис», но еще и в «Волшебный мир архитектуры XIX века», которая прячется за нашими гримерками. Интересно. Теперь захотелось пойти с мамой. Вы уже сказали про спектакль, который вы ставите по Оскару Альду, вы поменяли название «Хорошие» и «Плохие». «Хорошие», «Хорошие». А почему вы так все это оригинально переназвали, пытаясь уйти от печальной судьбы того спектакля или какой-то более интересный? Ну, немножко хотелось отстраниться все-таки, потому что, при том, что не хочется посвятить это, как бы сказать, камерному театру, но при этом я понимаю, что даже имея эскизы костюмов и декораций того спектакля, мы никаким образом с ним не соединяемся. Да, это современный спектакль. Максим Абресков, Виктория Северюкова придумали свое пространство совершенно другое и свои костюмы, которые в чем-то, конечно, может быть, как сказать, так контурно напоминают исторические костюмы, но, по сути, это современные, такие современные, я бы сказал, дизайнерские костюмы какие-то. Это очень такой... И объединять может только то, что это, так сказать, что определяло камерный театр. Красота, идеология, собственно говоря, даже в какой-то степени была именно красота. Вот тоже хочется, мне кажется, сделать какой-то красивый спектакль о красивых людях. Но не всегда, правда, их внешняя красота, значит, говорит о красоте внутренней. И поэтому это изменение названия связано еще с тем, что это новый перевод пьесы, и он довольно вольный. Этот перевод сделал Сергей Плотов. И поэтому они чуть-чуть и от Уальда тоже отошли. Скорее, там есть какие-то фрагменты из других его произведений, и из, как важно быть, серьезным, и из «Идеального мужа», и даже из «Кентривильского привидения». Поэтому это, в общем, такая фантазия на тему Уальда. Поэтому называть это строго «Веер леди Уиндер Мир», при том, что еще это сложно выговаривается. Ну да. Поэтому мы отошли от этого и назвали спектакль «Плохие и хорошие». Действительно, там некоторые герои делят мир на хороших и плохих, на наших и не наших, и так далее, и так далее. Но очень часто плохие оказываются хорошими, а хорошие оказываются плохими. Сегодня очень часто молодые люди, у них вот есть такое ощущение, что нужно обязательно каждые три года менять место работы, и такое впечатление, что дальше идет какой-то карьерный рост. И в этой связи вот 15... Да-да, говорят такую фразу иногда мне. Евгений Александрович, мне пора двигаться дальше. Да-да-да. Двигаться дальше. Мне всегда очень интересно, куда люди собрались двигаться, и что они под этим понимают. И вроде как, если я сижу на одном месте, там 15 лет, значит, я вроде как не двигаюсь дальше. Да, с другой стороны, ты, честно говоря, не понимаешь, а куда, собственно, двигаться дальше, и что может быть для художественного квадрата театра повышением в этой связи. И в связи с этим вопрос. Вот сейчас, так оглядываясь назад, и наоборот, заглядывая вперед, насколько я знаю, с вами контракт продлен. Вы как-то делите свою жизнь в театре на какие-то периоды, и было ли у вас, и, может быть, даже не один раз, желание все бросить, оставить и пойти заниматься чем-то другим? Не в смысле, там, не театром, а чем-то другим, а как бы уйти от бесконечного давления ответственности? Я, наверное, ничего удивительного не скажу, и нового, но желание все бросить и заняться чем-то другим, или, по крайней мере, уйти в какое-то свободное плавание, приходит и приходило ко мне каждый вечер. Но как-то так утром ты просыпаешься, завтракаешь, идешь на работу, там много дел, ну, и, мне кажется, это вот каждый живой человек все время взвешивает о том, а правильно ли он поступил, неправильно ли там, и так далее. Я в человеке сомневающийся вообще. Когда я не сомневаюсь, я часто, наверное, веду себя неправильно. А вот мое сомнение, это какая-то уверенность внутренняя. Вот если я сомневаюсь, если я, как сказать, немножечко вибрирую, значит, я творчески живой еще какой-то человек. А если я вот уже твердо понял, что, значит, все, никуда я, друзья, не уйду, там, да, или для самого себя, или, наоборот, я все время, как сказать, одной ногой здесь, то что-то какая-то не очень честная позиция, я бы сказал так. Конечно, любые времена, не от времен даже зависит. Зависит просто от того, что ты сам становишься взрослее, старше, тебе уже что-то делать сложнее, или что-то надоедает, или ты не очень понимаешь, а куда, собственно говоря, двигаться дальше. И будет ли движением дальше, если ты пойдешь работать в какой-то другой театр, там, да, или как-то сменишь сферу деятельности. Да нет, это движение, мне кажется, в чем-то другом. Спасибо большое. Я напомню, что художественный руководитель театра Эмни Пушкина и заслуженный артист России Евгений Писарев был сегодня героем программы «Культ личности». Спасибо большое. Спасибо.